Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Вы знаете, у меня есть ощущение, что вы уже обращались к нам за помощью, у меня же есть ощущение, что вы задавали свой вопрос, вот, с такого вот плана, с такой же историей. И я помню, как я отвечал вам на него, я помню, как отвечали вам другие специалисты, я, естественно, не знаю, что вы предпринимали, занимались ли вы психотерапией сами, вместе с мужем и так далее, вот, но судя по тому, что вы задаете свой вопрос, и судя по тому, что вы не вышли из отношений с любовником, то не занимались, по крайней мере, настолько, чтобы это вам помогло как-то качественно изменить вашу жизнь. Смотрите, вы сейчас находитесь в позиции жертвы, потому что вы находитесь в любовном треугольнике, любовный треугольник это аналог треугольника Карпмана, в котором все, точнее, три роли отыгрываются людьми, находящимися в позиции жертвы. И состояние жертвы подразумевает отсутствие личной ответственности и принятия реальности внешней и внутренней. Если вы не примете личную ответственность за свои действия на себя, если вы не начнете отвечать за свои поступки, если вы не, как бы, перестанете перекладывать ответственность на других людей и, по сути, зависеть от других людей, да, вот, то вы не обезопасите себя никак, вы так и будете бояться агрессии. И, по большому счету, не важно, кто это, да, то есть это ваш любовник, это, там, ваш муж, это кто-либо еще, все, вы просто будете уязвимы. То есть сейчас вы описываете ситуацию, да, при которой вы, имея любовника, который вас шантажирует, завели, ну, по сути, завели уже, да, можно сказать, ребенка, и теперь думаете о том, как преподнести эту новую своему любовнику. Все это, все это происходит потому, что любовник вас шантажирует. Шантажирует тем, что рассказывает о вас с ним, вашему мужу. Но не означает ли это, что вы перед своим мужем и перед самой собой, в первую очередь, не честны? Не означает ли это, что вы закрываете глаза на проблемы, которые есть у вас и у вас с вашим мужем? Не означает ли это, что вы не готовы расплачиваться за свои действия, в частности за действия с любовником, возможные по церемонии. Означает ли это, что, поскольку у вас есть любовник, или есть, или был, ну вот когда-то появился, по крайней мере, ну вот, вы не совсем честны с собой в контексте ваших желаний, то есть вы к своим желаниям относитесь, ну вот так вот, вот так вот. Пренебрежительно, правильно. Вот о чем в первую очередь нужно разговаривать, вот в первую очередь что нужно корректировать. Понимаете? Чтобы обезопасить себя, необходимо иметь четкие личные границы. Чтобы обезопасить себя, необходимо иметь четкие личные правила. Правила того, как вы поступаете, правила того, как вы действуете, правила того, какие у вас приоритеты. Но необходимо понять, что любовность появилась не просто так. Это означает, что у вас с мужем проблемы, и ребёнок этих проблем не решит. И что? Проблемы с мужем нужно начинать решать сейчас. И надо было начинать тогда, когда вы задавали ещё свой первый вопрос. А возможно не первый решать эти проблемы. И если вы хотите ребёнка, то ребёнку нужно родиться в семье, где 100% искренность, где 100% открытие друг к другу. Ситуация бывает разной. Но все, абсолютно все шантажисты имеют власть над теми, кого они шантажируют, только по той причине, что те, кого они шантажируют, не готовы взять ответственность на себя за свои действия. За свои желания. Не готовы эти люди, в том числе и вы, за ответственность на себя ответственность, но стоишь являются жертвами. И пока вы являетесь жертвой, пока вы пребываете в таком состоянии, вы всегда будете нуждаться в том, чтобы обезопасить себя и своё будущее. Просто потому, что словами вы этого не делаете. Дальше. Понимаете, какая штука. Как бы вы не сказали любовнику о своей беременности и о ребёнке, а правда от этого не изменится. То есть, и это вот ещё один момент, как бы демонстрирующий то, что вы являетесь жертвой. Это момент, связанный именно с тем, что вы думаете, как мне преподнести. Никак не преподнести. В самом смысле, что нет какого-то уникального, универсального способа сказать человеку что-то. Смысл от этого не меняется. Поэтому, как бы вы ни сказали, ситуация и реакция человека не изменится на это. Единственное, что может иметь значение, это возможность для человека как-то переварить информацию и успокоиться. То есть, ну, просто, чтобы вот прошло какое-то время и желательно, чтобы это время он провёл вот сам с собой, да? То есть, чтобы у него была возможность это переварить. Чтобы вы, в момент, когда он узнал, вот чтобы вы были, ну, не в непосредственной близости от него. Если вы говорите про агрессию с его стороны. Знаете? Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Ещё раз. Я не осуждаю ни в коем случае вас за наличие у вас с любовником. Я не осуждаю. Но я, эээ... Говорил. Тогда я скажу ещё раз. Сейчас вы поступаете как незрелая личность. Вы сейчас поступаете как незрослый человек. Потому что, не завершив отношения с любовником, не завершив, не решив проблемы с мужем, из-за которых у вас появился любовник, вы уже заводите ребёнка. Понимаете? Эээ... Существует опасность того, что... Ну, не опасность даже, а вероятность того, что ваши отношения с мужем подвергнутся испытанию. Да? И вы... И вы... Заводите ребёнка. То есть, как бы, ваше... Вот, именно личное... 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 Эээ... Личностное безответственное поведение, оно... Эээ... Длится до сих пор. Оно продолжается. 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 То есть, вы... Продолжаете... Ээээ... Как сказать? Повышать ставки. Да? Вы продолжаете повышать ставки в игре. Но вы никак не обеспечиваете... Не обеспечиваете... Ээээ... Эти ставки. То есть, это вот... Если... Приводить пример. Да? Это вот... Допустим, когда человек берёт кредит, кредит, а ему... Нечем платить, как бы, кредит, кредит. Вот. Вот вы... Вот вы так же. Вы так же. Живёте в кредит. Понимаете? Вы... Живёте в багажах. В багажах кредит. А в кредит живут те люди, которые... Не имеют личных границ, и... У которых отсутствует... Эээ... В правилах. В правилах. Именно поэтому вы себя не чувствуете в безопасности. Потому что... Потому что вы вот... Зависите то от сути, то от любовника. Вот. А сами, сами, сами вот... Вы... Не отвечаете... Не отвечаете за свои действия. За свои действия. Понимаете? Какая штука. Вот. И я понимаю, что это страшно. Я понимаю, что это страшно. Я понимаю, что это... Ммм... Неприятно, что это выход из зоны комфорта. Но... Давайте смотреть на вещи... На вещи здравые. Давайте смотреть на вещи здравые и реалистичные. И... Что если вы себя хотите обезопасить, то сделать это можно. Только вы. И сделать это... Сделать это... Вы можете только путем принять личный ответ на слеза своей действия. Вот. Знаете? Какая история. Вот так. Я понимаю, что, может быть, это не тот ответ, который вы хотели. Эм... Эм... Скорее всего... Это не тот ответ, который вы хотели. Эм... Эм... Потому что... Человек, находящийся... В состоянии жертвы, он... Эм... Ждет, что его спасут. Спасут. Эм... Потому что у вас появилась любовь. Потом вас спасал любовник. И вы его тоже обезценили. Потому что теперь для вас важнее муж и семья. Теперь у вас появляется ребенок. Ребенство не должен вас спасти. Но и ребенка вы обезценили. И... И ребенка вы обезценили. Тоже. Теперь вы обращаетесь к нам. Чтобы мы вас спасли. Но вы знаете, чем... Чем эта история... Закончится. Если вы не измените свое... Своё поведение. Кстати... 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 Эм... Зачем вам ребенок? Почему вы... Эм... Так вот... Хотели... Ну... Хотели... Хотели детей... Так вот планировали... Планировали ребенка там... Давали анализы там... Витамины пили и прочее. Таким... В общем... Почему... Такое желание... Ребенок... Только еще раз... Честно... Честно... Нету... Ээээ... Не... Меня не... Не... Не интересует... Эээ... Например... Обескнение... Да... Какое-нибудь... Меня интересует... Ваше желание. Чего я хочу. Вот... Просто для себя... Спросиле полюбиться. Чего я хочу через этого ребенка. С... Считаю ли я... Что я готова... Эээ... Стать матерью. То есть, ну, вот я чувствую себя готова заниматься, в том плане, что для себя я пожила, все, что я хотела, достигла, я не хочу больше жить для суда, я хочу жить для кого-то, в таком случае это все отлично, в таком случае все замечательно, но любовник не вписывается в эту картину, потому что любовник это ведет вот для того, для вас есть ваше желание, если вы не хотите через ребенка чего-то другого, например, вот мне ребенок нужен, чтобы, что ребенок вам этого не даст, вот одна ваша фраза, где вы пишете, что мое время должно быть подсвечено ребенку и семье, вот эта фраза, она как будто, как будто пропитана, ну не пропитана, но отдает, отдает, чувством вины, чувством вины, я вот виноват перед мужем и перед собой, если у меня вот такая вот интрижка появилась там и так далее, я могу ошибаться, я не претендую на истину, но это выглядит так, что у меня есть, это ваш текст, я даже, я даже историю вопросов посмотреть не могу, потому что вы аноним, но это выглядит так, выглядит так, как будто ребенок для вас, это возможность компенсировать свое, в кавычках, неправильное поведение, с любовник, но если это так, если это так, с чего вы решили, что поведение ваш с любовником неправильно, вы следите с его, вы следите соотношений с ним, с любовником, вот с чем нужно разобраться, и как в этой ситуации, когда вы не находите стабильности и защищенности, вы хотите, вы хотите рожать и становиться матерью, и быть матерью, для меня загадка, как в этой ситуации можно находиться в душевном равновесии, для меня тоже загадка, и как вырастить при этом психологически устойчивого здорового ребенка, для меня тоже загадка, это все следствие вашего личностно безответственного поведения, и все можно исправить, у вас ранний срок беременности, я ни в коем случае не говорю про аборт, у вас ранний срок беременности, у вас много времени впереди, я не помню точно, сколько длится беременность, но прилично, больше полугода, у вас достаточно времени для того, чтобы привести в свою жизнь в порядок, но для этого необходимо принять ряд трудных решений, знаете, для этого необходимо научиться брать личную ответственность за себя, хотя бы ради будущего ребенка, потому что если с ребенком вы не будете брать личную ответственность, ребенку будет только хуже, возможно, вы являетесь тем самым ребенком, личную ответственность за которого излишне брали родители, или не брали вообще, и то или и то является, в общем, негативным моментом. Ну так, спросите себя, хотите ли вы такого для своего ребенка, или нет? Я говорю достаточно жестко, это достаточно жестко, может показаться, что я вас обвиняю, на самом деле это не так. Если вы пришли за помощью, если вы обращаетесь за помощью, значит вы признаете, что с вами не справляетесь. Если вы признаете, что с вами не справляетесь, то вам нужен кто-то, кто поможет. И естественно, понятно, что есть другие специалисты, которые вам ответят, которые вам выгодят свое мнение и прочее. Дело не во мнении. Дело не во мнении. Дело все в том, что в этой ситуации вы оказались не случайны. В этой ситуации вы оказались в результате своих действий, своих решений, своих поступков. В этой ситуации вы оказались благодаря своему отношению к самой себе, к своему мужу и к любовнику. Любовник шантажирует вас только благодаря тому, как вы относитесь к себе. И вот эти все вещи, факторы являются губительными для ребенка будущего. И губительные для вас. И если вы хотите, чтобы ребенок был счастлив, нам нужно стать счастливой самой. Не важно с мужем, без мужа, с любовником, без любовника. Счастливой самой. Только так вы сможете вырастить и дать стране, дать миру здорового человека, психически здорового человека. И только в результате этого ваш ребенок потом не обратится к психологу, так же, как обращаетесь вы. Уберегите его от этого. Постарайтесь это сделать. Уверен, у вас получится. Для этого необходимо решение. Ваше решение. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация превращается. Увидимся. Продолжение следует...